Всем привет, снова здравствуйте! Тем, кто любит лепить подводные миры, каких-то акваменов и так далее, русалок, наверное, вопрос стоял, как сделать воду, да? Брызги воды или именно вода, которая растеклась бы. Так, ну давайте посмотрим, как это можно сделать в Зебрасе, что он нам с этим вопросом может предоставить, как это будет здесь решаться. Так, заходим в Subtool, открываем Append и жмём. В принципе, можно работать, как и всегда, с любым примитивом. Сфера, куб, цилиндр, без разницы. Это именно, как это объяснить? Для любой формы воды нам понадобится разная модель, допустим, разный примитив. Начнём, наверное, с куба. Откроем куб, переключимся на него. Опять в геометре, всё стандартно. Size и всё это дело уменьшаем. Так, отключим пока нашу акулу. И вот теперь поработаем, давайте подготовим наш вот этот куб. Можно вот брать любой изгиб, это вы потом уже сами сделаете. Я покажу только принцип, как это всё происходит и возможности. Сделаем тоньше. Нажмём Make Polymesh и добавим дивайдов. Дивайдов добавляйте побольше, чтобы было более-менее качественно то, что вы будете делать. И теперь вопрос, чем и как, да? Будем работать маскированием. Control. Открываем. Граг Рект. И в альфах ставим альфу или седьмую, или восьмую. Они очень отличаются по форме, так что вы тут сами определитесь потом, какой вам лучше. И вот так вот всё это дело вытягиваем. Вот так. Много не надо это делать, потому что всё потом пойдёт не так. Вот чуть-чуть нанесли. В принципе, нам этого достаточно. Теперь отключим вот этот Драг Трект. Переключимся на изгиб и вот эту альфу отключим. Заднюю часть снимем маскирование. Control-Alt. Чтобы было только тут у нас. Заходим в экстракт. Дубляж отключаем и делаем экстракт. Регулируем всё это дело ползунком. Толщину. Всё, как это вам надо будет. Подгадаете. Потом в процессе пару раз сделаете. Уже будете знать, что да как. Так, ну теперь жмём Ацепт. Такая у нас получается заготовка. И снимаем теперь маску. Надо сделать вот это дело чуть-чуть потолще. Поэтому можно сделать это в деформации. Заходите в деформацию и инфлаттеном вот так вот можете прибавить. Вот такой получается внешний вид. И теперь Shift. Всё это дело вот так вот выглаживаете. Вот что-то такое у вас получается. Вот это уже у вас капли. Уменьшать их можно как вы хотите. Вот так вот. Больше, меньше. Что теперь можно с этим сделать? Если мы поставим Moff Apology побольше. И вот так вот всё это дело можно вытягивать. Чуть-чуть уменьшить. Можно передвигать, вытягивать вот эти капли. И вот так вот регулировать вот эту именно форму. Можно ещё чуть-чуть её выгладить вот так вот. И немножко здесь вот так вот сделать потоньше. Как будто отсюда она идёт. Вот так всё это можно переносить. А если сделать Drag Size поменьше, то можно капли вот так вот эти вот вытягивать. Вот что-то в таком духе получается. Направление опять же капель. Смотрим, куда они летят. И вот что-то в этом духе выходит. Вот такая штука. Всё это теперь можно доработать, допустим, ротации и так далее. Что вам ещё может пригодиться именно вот в кисть? Какая может нам помочь сделать более прикольную вот эту модель? Сейчас будем смотреть. Открываем кисти и находим Inflat. Вот эту вот кисть. Давайте попробуем ей поработать. Вот вы видите, что она прибавляет объём. И теперь можем её уменьшать. Как это работает на деле? Вот есть у нас какая-то, допустим, капля. Она маленькая. Нам нужно дать ей объём. Мы на неё нажимаем, и вот она уже большая. Надо ей объём уменьшить. Мы её выглаживаем Shift и левая кнопка мыши. Так же можем поступать и с другими каплями, которые мы вытянули. Вот так вот. Или, допустим, добавлять им объём. Вот так вот. И опять чуть-чуть корректировать. Вот такой вот случай. Так. То, что у вас получаются какие-то ненужные детали, вот эти, допустим, да? Смотрим на сетку. Вот такая сетка. Можно сделать ZRMS. Делаем ZRMS. У модели, модель вот разбивается у нас на разные полигруппы, каждая. И уже мы с этим можем работать, уже их передвигать, как-то работать, делать что-то им в форму. Если что-то надо вот убрать, допустим, вот это не в тему, да? Работаем обрезкой. StreamRect ставим, допустим, или другую кисть. И можем вот так всё это дело где-то прибрать. Затем можем шифтом всё это дело вот так вот сгладить. Вот так вот. И уже с помощью Moff Topology вот так всё это дело повытягивать. Где-то что-то разделить, где-то что-то добавить так же можно. Ну, в принципе, можно работать по рисунку какому-нибудь. Можно так же вот добавлять изгиб. Вот так вот. Где-то что-то перетаскивать, где-то что-то подгонять. Вот так вот. Принцип понятен, да? Надеюсь, что это вам пригодится в работе. Так. Вот такую волну мы сделали, да? Давайте, допустим, вот эту часть ещё уберём. Вот так вот. Так будет прикольней. И немножко опять же всё это делаем. Вот так вот сделаем. Капли где-то побольше, по вытянутий, где-то поменьше добавим. Допустим, вот мелкая капля есть, вот она. Вот мы можем ей просто придать объём, чтобы потом её подкорректировать. Вот. Вот таким образом. Где-то здесь вот можно чуть-чуть их утянуть. Почти сделать разделяющимися и так далее. Вот так поменьше, потомше. Вот такая прикольная уже у нас волна. Что теперь мы можем с ней сделать? Можем сделать кисть. Нажимаем Create Insert Mesh. Жмём Новая. И что теперь можно делать? Включим нашу акулу. Так, и попробуем где-нибудь ей вот этой кистью добавить именно вот эту волну. Убираем Del Lower. Это Divide. И вот так вот её можно поставить. Также регулировать её ротацией. Вот так вот. И с помощью MOV опять же можно её передвигать. Вот таким делом. Вот так всё это дело получается. И опять можно её где-то вот так добавить. Вот сюда. Вот так вот. Где-то сделать её поменьше можно. Вот наверху так добавить. И с помощью допустим MOV Topology можно её немножко вот так вот где-то вытянуть. Где-то что-то подкорректировать уже по ходу здесь вот так. Вот где-то вот так вот. Снимаем выделение. И вот так вот уже преобразилась наша акула. Где-то можно ещё вот так вот чуть-чуть всё это дело дать объёму. Вот так вот. и где-то вот так её подтянуть. Ну, в принципе, получается неплохая вода. Так, что ещё можно сделать? Давайте откроем Uppend. Откроем, ну, допустим, конус. На него переключимся. Сделаем ему опять же Make Polymesh. Уменьшим его в объёме и сделаем, добавим ему Divide. Вот у нас уже есть форма для нашей волны. Как это делаем опять? Опять маскирование, опять делаем Drag Track и альфу ставим, допустим. Ну, любую, в принципе, можно. Даже скачать можно. Давайте вот побольше, где вот этих шариков. И вот так вот всё это дело здесь вот поставим. Вы видите, что они уже вытянутые. Вот так они выглядят. Сейчас документ поставлю посветлее. Так, всё, много их опять же не надо. Теперь что делаем? Ставим маскирование, ставим рисунок, убираем альфу. Или можно добавить, допустим, альфу уже полос. Опять ставим Drag Track. И немножко вот так вот полосы под косинус делаем. Какие-то можно поубирать. Опять ставим рисунок, альфу отключаем. И Ctrl-Alt. Где-то что-то вот так вот можно подчистить. Не нужно убрать. Вот так вот. Где-то можно поставить Drag Track и чуть-чуть, допустим, добавить вот такие вот более сильные полосы. Или делать меньше интенсивность. Вот так вот. И еле рисовать вот так вот. Ну что, посмотрим теперь, что с этим может получиться. Опять заходим в экстракт. Смотрим, чтобы с другой стороны всё это дело не проецировалось. Дублирование отключаем и жмём экстракт. Так нам подходит. Жмём Ацепт. Вот такая вот будет у нас прикольная волна. На неё переключаемся, цилиндр, конус отключаем, маску снимаем, Ctrl-Левая кнопка мыши. И вот такое дело у нас получается. Опять давайте добавим объёма. Зайдём в деформацию. И опять же, так, Inflaten. Чуть-чуть прибавим. Вот так вот. И где-то можно с помощью мов, вот, чуть-чуть вот так вот её больше выкрутить. Так. Всё это сделано. Теперь опять работаем сглаживанием. Вот так вот. И вот придадим вот это, всему делу придадим форму. Форму будем придавать как? Так, делаем одну полигруппу, Ctrl-W. Смотрим на полигруппу. И вот так вот теперь делаем Draw Size побольше. И вот так вот потихоньку всё это дело корректируем. Где-то что-то вытянем, где-то что-то подставим. Вот так вот. И где-то можно теперь добавить объём. Вот таким образом. Немножко выгладим. Вот так вот. И кое-где сделаем потоньше, а где-то будет потолще. Вот допустим, вот эти капли можно сделать вообще маленькие. Они уже отрываются. Вот так вот. Вот таким образом. Вот такой у нас изгиб. Опять же, можно сюда добавлять ещё какие-то детали. Вот именно на эту модель. Опять жмём, значит, маску. Опять жмём Drag Track. И жмём любую теперь, допустим, ну вот эту на альфу. Уменьшаем Drag Track. А, Drag Size. И попробуем теперь всё это дело порисовать. Делаем интенсивность побольше. И вот так вот где-то добавим. Опять можем зайти в саптулы и опять поработать экстрактом. Только сделать, допустим, уже побольше. Смотрим, что у нас получится. Вот такая штука. Это многовато. Ну попробуем так. Жмём Ацепт. И вот у нас уже две модели. С которыми можно работать. Одну можно даже сильнее где-то выгладить. Другую можно чуть больше оставить. Вот таким образом. И немножко с помощью MOV всё это дело как-то вот так вот подкорректировать. Вот так. Вот так вот. Ну и теперь с помощью MOV Topology давайте немножко всё это дело вот так вот поднакидаем. Где-то их выведем в другое место. Где-то вот эти вот вот так вот разведём побольше. Уведём как-то вот с изгибом. Вот таким делом. и вот поработаем со второй моделью. Вот эту часть сделаем потоньше, еле видную. и вот так вот всё это дело можно раскидать дальше. Так, теперь всё это дело объединим. Делаем Merge, Merge Down. И можно ещё работать в деформации любым вот этим инструментом. Допустим, твист может вот так её выкручивать. Уже волна прикольней стала. R-flat не надо. Что-то можно делать вот так вот вытягивать. Где-то вот так вот задирать. Вот таким образом. И немножко релакса. Так, теперь давайте опять сделаем кисть. Зайдём в кисти и жмём Create Insert Mess. Опять новая. Ну и применим её опять к акуле. Уменьшаем Draft Size и попробуем с этой стороны что-нибудь это дело нанести. Вот так вот наносим. С помощью MOV переносим. Вот так. И давайте ротации немножко покрутим. Вот где-то в таком духе. И опять с помощью MOV именно подгоним вот сюда куда-нибудь. И опять с помощью MOV вот такая прикольная штука получается можно и вот так вот продублировать и допустим поставить где-нибудь вот так вот сверху немножко еще покрутив вот так так снимаем теперь опять маску и смотрим что у нас получилось вот такой прикольный вид все всем пока до свидания